МЕСТЬ БЕСПРЕДЕЛА В главных ролях Майкл Мэтсон и Кэтлин Йорк. Ты украл его изобретение и погубил репутацию. Бизнес есть бизнес. Я обработал твою рубашку ядовитым веществом. Да он маньяк. Я не мог удержаться. Считайте, что он мертв. С детишками я лажу, со взрослыми не всегда. Надо было убить меня, когда был шанс. Видел телешоу «Поцелуй ангела»? В жизни все по-другому. Авторы идеи Джон Макнамара и Дэвид Симкинс. Исполнительный продюсер Джон Макнамара Друзья. Кейси, я расскажу тебе одну историю. Хорошая история? Про человека по имени Дэрин Карвер. Он был любящим мужем и прекрасным отцом, но не нравилось ему работать инженером, и он уволился. Я больше не мог. Он мечтал стать изобретателем. Взяв деньги, отложенные на дом, он устроил в гараже лабораторию. Все великие открытия были сделаны в гараже. Представляешь, Люси? Он хотел открыть неэлектрический источник света. И после нескольких месяцев у него получилось. Неизвестный изобретатель Дэрин Карвер создал светящееся автономное устройство. История попала во всекрупные издания. Дэрин получил патент. Что ж, история хорошая. Ты же знаешь, это не в моем стиле. Изобретение Дэрина Карвера поступает в продажу. В общем, Дэрин сделал несколько пробных устройств. Показать друзьям и соседям. Здесь нет электричества, это химическая реакция, как у светлячков. Я бы хотел, чтобы вы попользовались ими и сказали, что вы думаете. Ладно, не томи, выкладывай. Произошло что-то ужасное? Ничто, а кто? Стивен Дженсен. Мультимиллиардер Стивен Дженсен, общепризнанный лидер в мире изобретений, объявил, что его ежеквартальный доход... Успокойтесь, мистер Дженсен. Хочешь, чтобы я успокоился? Эти недоумки из лаборатории потратили 3 года и 15 миллионов на то, что Картер смастерил в гараже. Но вы близки к открытию. Погоди, что за фрукт этот, Хоббс? Шеф охранной службы Дженсена. Но не смотри на костюмчик. Мистер Хоббс был членом Чикагской банды. Я вам кое-что объясню, мистер Хоббс. Инвесторы вложили в нас деньги. Мы должны быть первыми и единственными. Вызови машину. Поеду навестить старого друга. А ты знаешь, что в институте мы с твоим папой были соседями по комнате? Два легендарных умника из Эверли Холл. Ты все носился с идеей открытия неэлектрического источника. И ты его открыл? Да. А что, если нам соединить наши таланты, запустить товар на рынок и разбогатеть? Как ты на это смотришь? Ты и так богат. Но ты-то нет. Дженсен использовал дружбу, чтобы заполучить игрушку? Он никак не ожидал, что его дружище Делин вдруг заявит. Спасибо тебе, конечно. Но это дело для меня словно ребенок, понимаешь? Ладно. Я только предложил. Не знаю, что ты предпримешь, но я должен завладеть технологией Карлера. А он лишится патента. Я протестую против такого поворота. Дальше хуже. Когда Хоббс вломился в лабораторию Делина, чтобы выкрасть устройство, он нашел список имен и адресов всех обладателей новинки. Затем он устраивает пожары в их домах. Заявляет, что источник возгорания – световое устройство Деррина. Господи. Дом Робина Робина Роберта Стоуэров, друзей изобретателя Деррина Карвера, сгорел как спичка. Это четвертый из пожаров, имеющих одинаковый источник, химическое и световое устройство Карвера, подарено этим несчастным для пробного использования. Репутация Деррина как ученого и гражданина была уничтожена после заявления Стивена Дженсона. Деррин Карвер – мой старый друг, талантливый инженер, но в нашу последнюю встречу он был немного странный. То из-за отсутствия преступных намерений Карвера объявят невиновным? Ни в коем случае. Он ответит за страдания и боль. Мы узнали, что вы были другом мистера Карвера. Это правда? Даррину Карверу предъявлено обвинение в связи с недавними пожарами в домах его друзей и соседей. Связь Карвера с этими преступлениями состоит в том, что все жертвы получили от изобретателя пробное устройство. Дамы и господа, перед вами новый источник света. Ни электричества, ни лампочек, ни, конечно же, пожаров. А дальше? Нет, не рассказывай. Я же просила не рассказывать. Что ты намерен делать? Это зависит от его вдовы. Меня зовут Чеппел. И я хочу помочь вам и вашей дочке. У меня для нее подарок. Она слышала, как вы плакали ночью. Это вам, юная леди. Кря-кря. С детишками я лажу. Со взрослыми не всегда. Некоторые меня даже боятся. Например, Стивен Дженсен. Вы его знаете? Мы пока не встречались, но... Мне кажется, что мы не поладим. Что ты узнала про Дженсена? К нему не подберешься. Или он под постоянным неусыпным наблюдением Хопса, или в своей неприступной крепости. Туда допускается только прислуга. Везде сигнализация, индивидуальная охранная система. Похоже, наш друг Стивен Дженсен не просто соблюдает меры безопасности. Сдается мне, что он шизофреник. Я прочитала одну статью. Ты знаешь, что Дженсен – инженерный гений нашего времени. Современный Томас Эдисон. Который украл почти все патенты, записанные на его имя. 11 журнальных обложек, десятки статей. То волшебник рынка, то чудо-парень. Типичные случаи эксгипиционизма. Красные галстуки, белые рубашки – в идеальном порядке. Ты не человек? В мире хаоса рубашка без складок – часть гармонии. Афоризмы Чепла. Пора мне заводить для них блокнот. Но перед этим запиши другое. Неплохо бы тебе вспомнить секретарские навыки. Проснулся. У меня 110 слов в минуту. Отлично. Тебе придется стать новым личным секретарем Стивена Дженсона. Помощником. Суть этого объявления касается формы одежды. Женскому персоналу предписывается укоротить юбки до критического уровня. Распоряжение не касается полных и пожилых женщин. Автор сценария – Ким Ньютон. Режиссер – Пэри Лэнг. Пэри Лэнг. Субтитры создавал DimaTorzok Нужен Лукас Зиммерман Отдел кадров? Лукас, это Чепл Я по поводу услуги Неподходящее время Серьезно? Скажите, когда будет подходящее? Что если я заскочу к вам домой в среду вечером на лазанью? Давайте обсудим все сейчас Отлично Вы оформите документы, подтверждающие, что я являюсь вице-президентом комиссии по слиянию и развитию компании последние 7 лет Мне ведь ничего не грозит? Вы будете лично заниматься приобретением Дженсен Корпорэйшн? Я? Да Скажите директору, чтобы начал покупать акции, когда они упадут до 8 пунктов Но сейчас они на 42-м? Откуда вы знаете? Нет, не говорите И знать не хочу До встречи Мистер Дженсен, я хотел с вами поговорить об уровне продаж Доброе утро, мистер Дженсен Доброе утро Исследования показали, что покупатель не готов платить по установленным тарифам Мы должны увеличить объем вдвое, иначе законы рынка просто не сработают Вы не понимаете одного у Ивера, влияние, которое окажет на этот рынок эта продукция Передайте, чтобы увеличили объем производства Займемся маркетингом в свое время И последнее, уволить у Ивера, финансовый отдел Простите? Увольте у Ивера, Мэдлин Разучились выполнять приказы? Нет, сэр Отлично Массачусетский технологический Я тоже институт закончил, но не всем же быть гениями Кто вы? Ну вот моя визитка М.Р. Чаппел? Что за инициалы? Неважно Так принято на юге Алло В 11.05 набери этот номер и разбей этот стакан Интересно Простите за нескромность, мистер Чаппелл, но вы не похожи на члена руководства Я там по блату Квартира Стивена Дженсона Оставьте ваше сообщение Компедр Индастрис Заинтересованы в слиянии с вашей компанией, мистер Джансон Мы можем объединить наши таланты и здорово разбогатеть Я и так богат? Разумеется Я забыл про вашу светящуюся штуковину Извините, что перебиваю, но пришел мистер Галловой Он сказал, что у вас дома сработала сигнализация Хочет с вами поговорить? Я подожду Я подожду Простите, сэр, ни одно окно не разбито Ладно Идите Идите, идите Человек года, вот это вещь С ума сойти Ты читала сообщение Дженсона? Сейчас открою Женскому персоналу предписывается укоротить юбки Распоряжение не касается полных и пожилых женщин Мистер Чаппелл, я ценю ваше предложение, но вынуждены отказаться от него Понимаете, компания для меня словно ребенок Я только предложил Кто этот человек? Его не должны были пропустить в здание, и тем более в мой кабинет Обсудим это позже, а пока Вручите этому горе полицейскому приказ об увольнении Вызывали? Проверь компанию Компедр Индастрис И М. Р. Чаппла У меня недавно родила жена, мне нужна работа Мне очень жаль, Марк Меня прислала компания Насколько я понял, у мистера Дженсона неполадки в охранной системе Не стоит, я на работе Мэдлин Чезни? Да Я Кейси Смит из Компедр Индастрис Мы можем поговорить? У меня был кошмарный день, и мне действительно пора Домой, мои хорошие Мэдлин, я знаю, как вы ненавидите работу Не можете дождаться пяти часов, а придя домой с ужасом, думаете о завтрашнем дне Мистер Дженсон вас не ценит Он никого не ценит Мы хотели предложить вам работать у нас Схема такая Вы говорите Дженсону, что ваш отец болен, и вы должны поехать к нему А потом представляете меня, как свою надежную замену Несмотря на мое личное отношение к мистеру Дженсону Мэдлин, в Компедр Индастрис для вашей руки перспективы Ну, если ничего не получится Взгляните на безработицу, как на затяжной отпуск К тому же вам есть куда отправиться, не правда ли? Хорошо Но куда? Предлагаю капульку Можно мне взять собак? В том-то и дело, я не могу это объяснить Нет, акционерам не о чем беспокоиться, это недоразумение Звонит параллельный телефон Да? Извини, что отрываю У тебя ведь был неудачный день Не лучшее время для нападок прессы Вбухал все деньги в украденные изобретения Компания-конкурент, расширяется Кто говорит? Ваш друг, мистер Дженсон Каким был Дэрин Карвер Ты же его помнишь? Теперь, когда его нет, нам надо Держаться вместе И так ближе некуда Ты уверен? Нам всем нужны друзья, чтобы скуку прогонять Когда найдешь друзей, старайся не терять У меня есть одна догадка Я нанесу визит Лорен Карвер А вы постарайтесь найти для нас заем Почему у тебя желтый галстук? Получил твое сообщение Мэдлин? Мэдлин? Да, сэр? Кто-то залез в мой компьютер Кретин Я могу установить новые пароли и пересохранить файлы? Мне уже пора, мистер Дженсон Отец Идите, идите Я внедрилась Да Правильное выражение? Да Это значит войти внутрь Представь, у меня только полчаса на обед Тогда набрасывайся на пирог Гейл Гейл, пирог Спасибо Компания Дженсона ищет заем Наличности в обрез Ему нужен кто-то погладистый Он уже получил отказ от англичанина Фредрика Хардвэя Назвал его европейским проходимцем Теперь обратился к японскому финансисту Шимара Спасибо Ты что-нибудь смыслишь в бирже? Когда линия идет вверх, все в порядке А когда вниз, это плохо Кривая Дженсона явно падает Почему ты еще жив? Без понятия Может, дело в диете? Надеюсь, это мне поможет У Хоббса такие замашки Меня от него трясет Он скоро пойдет в отпуск Я знаю Что ты сделал Что ты сделал Кабинет врача Вас беспокоит из компании Стивена Дженсона Он бы хотел получить данные медицинской карты Прямо в компьютер компании Не отключайтесь Хорошо Мистер Дженсона Кто его спрашивает? Хоббс Одну минуту Лори Карвер испарилась Но оставила в гараже маленький сюрприз Лори Карвер Исчезла Три дня назад Вылетела в Мадрид Где пересела на парижский рейс Она сейчас в Уимберли Где это? Миль двадцать к югу Там подают самую лучшую грудинку Никто не ест грудинку Дженсон Корпорейшн Испытывает не лучшие времена Слухи о нестабильности Подтверждаются тем Что многие сотрудники Ищут внешнюю финансовую поддержку Сумма кредита, которую вы запросили Очень велик Даже для Шимара Вы вкладываете капитал В революционный продукт Миссис Карасава Шимара вернет свои деньги С громадной прибылью Я передам все совету директоров Думаю, они назначат встречу Всего доброго Всего хорошего Я знаю, что ты сделал С Дэрином Харвером И знаю, почему Если хочешь быть в моей команде Это твой шанс Но если ты охотишься за мной Я вызову полицию Полицию? А что? Мысль здравая Потому что, если честно Я в тупике Люди рождаются психопатами Или становятся с возрастом? Я все думаю о том Как Дэрин приставил дуло к голове Интересно, это была судьба? Или все произошло Потому что ты украл его изобретение И погубил репутацию? Ты знаешь не хуже меня Бизнес есть бизнес Все хотят больших денег Ты хочешь срубить денег? Так бы сразу и сказал? Ты директор какого отдела? Санитарного Вымой руки хорошенько После суши долго воняешь Ваш Чеппел мне угрожает Он прокараулил меня в туалете Забрался в мой дом Вот как компетер ведет дела Лезетер Чеппел? Чеппел! Он маньяк Я боюсь за свою жизнь Ясно вам? Вы что-то путаете, Дженсен Нет, не путаю Это Чеппел! У меня нет сотрудника с таким именем Проверь все повнимательней Если здесь начнет копаться Виржевая комиссия Я тебя в порошок сотру Прости, что отвлекают интересного занятия Встреча с Шимаро завтра в 10 утра в отеле ногами Тихо и уединенно Не хотят, чтобы в компетер что-то пронюхали Это будет трудно Туда налетит вся пресса Что это такое? Он садится в лимузин в 9.30 Ты знаешь, что завтра суббота Я пропущу визит к парикмахеру Ты на меня злишься? А я просто Не хочу, чтобы ты стригла челку Пройдемся по плану? Нет, я помню Встречаемся в 9.35 После маленькой неприятности Что там у тебя? Официальное письмо от Дженсена с приветствиями Надо перевести его на японский для Свита Шимара Секретаря, помощника По-моему, это одно и то же Да-да Алло Я бы хотела арендовать складское помещение Для Дженсен Корпорейшн На имя мистера Хоббса Разумеется, адрес к парковой 100Е, 25 этаж Боже, извините Боже Простите Как я теперь пойду навстречу? Господи, только что привезли белье из прачечной Я могу принести чистую рубашку в машину Там и переоденусь Рубашка для мистера Дженсена Там какая-то неприятность Разрешите, пожалуйста, я это передам по назначению Ну-у-у-у-у-у-у-у Девушки отдыхают 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 О, Господи Не волнуйся Девушки отдыхают 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 Пока. Хорошо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Приедя в себя после досадного происшествия, Стивен Дженсен начал интенсивный поиск инвесторов для выведения предприятий из кризиса. Спасибо, что пришли в такое время, мистер Хэрдвей. Уверен, вы видели новости. Это была утка. Компедр Индастрис хотят показать мою эмоциональную и финансовую несостоятельность. И я скажу вам, почему. Не смотрите на меня так. Я абсолютно нормален, как всегда. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Надо было убить меня, когда был шанс. Не понимаю, как ты меня нашёл. Похоже, я тебя недооценил. Да, чёрт возьми. Похоже, ты ищешь оружие. Может, у меня и нож есть. Так, так, так. Что это у нас? Купюры. Теперь на них твои пальчики. Слышишь звук моторов? Похоже, машины непростые. По-моему, из секретной службы. И, по-моему, они приехали забрать оттиски казначейства. Что? Им не нравится, когда воруют подобные вещицы. Какой же дурак полез грабить казначейство США? Ты, Хоббс, кто же ещё? В отчаянной попытке спасти своего клиента от разорения, ты выработал хитроумный план. Тебе никто не поверит. Не знаю. Но это здание принадлежит Дженсен Корпорейшн. Все счета шли на твоё имя. Стоять! Федеральное бюро, руки вверх! Не двигаться! Стоять! Вы чуть не опоздали, я уже начал здорово волноваться. Это вы сделали анонимный звонок? Да, я. Он болтать языком умеет. А ну, заткни свой рот. Ты обвиняешься в нескольких преступлениях. Надеюсь, я поступил правильно. Кому охота быть стухачом? За кражу оттисков казначейства полагается срок от 15 лет. Разумеется, вы сделали правильно. Арсен, сколько ты получишь за поджоги? Семь лет? Это будет разминка перед стартом. Вы подвергли себя огромному риску. Считаю, что вы можете служить примером любому американцу. От имени секретной службы казначейства США выражаем вам благодарность. Благодарю. Обещаю, вы не пожалеете, мистер Хардвей. Стивен Дженсен? Да. Вы арестованы. За что? Извините. Сегодня после покупки печально известной Джейсон Корпорейшн, Компедр Индастрис, оказался в центре мировых новостей. Перед вами президент компании Гордон Лазетер и его новый вице-президент. Я Локус Зиммерман, вице-президент по слиянию и развитию. Добро пожаловать в нашу компанию. Ну, кто нас рекомендовал? Защита будет опираться на невменяемость Стивена Дженсена, и присяжным будет нетрудно в это поверить. Сейчас Дженсен находится под следствием. Чек на 100 тысяч долларов. Слияние компании с Компедр Индастрис рассматривается экспертами как результат пари. Миссис Карвард. Нашелся покупатель на дом? Да, это вы. Я знаю, вы всегда мечтали о доме, и я думаю, она имеет право вырасти здесь. Она почти не помнит отца. Да, некоторые вещи даже я не могу исправить. Но, может, это вам поможет. Ваши первые дивиденды. А это... Это мой гонорар. Можете оказать мне в будущем услугу, а можете просто подписать чек, и я больше не появлюсь в вашей жизни. У меня есть дочь, мистер Чеппл. У вас есть дочь. Зато у вас нет ручки. Иди сюда, малышка. Дженсен невиновен. Обвиняемый отпущен. Причина – невменяемость. Заявки принимаешь? Нет никаких заявок. А это видишь? Что? Не передумал? Передумал. Такси! Тебя подвезти? Может, у тебя нет денег? Я знал, что ты объявишься. Неплохо придумана невменяемость. У тебя умные адвокаты. Я до сих пор не понимаю, почему ты это сделал. Не понимаю. Живет одна девочка. У нее был прекрасный отец. Его единственная ошибка – завести такого друга, как ты. Мне было тяжело, ясно? До сих пор тяжело. Может, возьмемся за руки и затянем песню? Дэрин был моим другом. Если бы я мог все вернуть. Ты не веришь, что я переживал? Ну и ладно. Мне плевать, что ты чувствуешь. Видел телешоу «Поцелуй ангела»? В жизни все по-другому. Эй, мистер Дженсен! Нам всем нужны друзья, чтобы скуку прогонять. Когда найдешь друзей, старайся не терять. В ролях Тони Деннисон, Рекс Линн, Кордели Ричардс, Стивен Тоболовский, Том Вуд и другие. Оператор – Роб Дрейпер. Композитор – Марк Морган. Фильм озвучен телекомпанией НТВ+. По заказу НТВ. Режиссер Алексей Сахонов, звукорежиссер Андрей Чувилин, перевод Павла Селенчука. Текст читали актеры Натальи Казначеева и Андрей Ярославцев.